Пошел я вечером дождик тут небольшой, на рыбалке-то нету, дети, чтобы не намокли, я пошел один, выгуляя урагана. А он ласточки, за ласточками бегает, без этого смешной. Это сейчас ласточки, они прямо перед носом у него пролетают. Вот сейчас где-то завернут, посмотреть надо. Далековато, это я приближаю. А я иду, иду, возьму за стол спрячусь, он меня ищет сразу. Каждую минуту оборачивается, ищет. О, стойка какая у него. Пшеница-то большая, теперь да мокрая. А мы тут находимся, прямо где был детский лагерь. А сейчас там музей-компсик для бедных лагерей. Сегодня пошли туда играть. А там настольный теннис. Ну, разные-разные игры, качели, и детям нравится. Ну, конечно, мусор, везде все заросло. А тут батюшка мне позвонил. Тебе для голубей корм нужен? Конечно, нужен. Так иди, бери. А что? Да, я, кажется, сегодня на новом комбайне тут попробовал. У него получилось. А теперь он его обиходил. Залез. О! Сколько там? Да полтонны, наверное. Ну, мы все в мешки сложили. Игорь в мешки еще дал. Вообще замечательно. Ну, на своем драндулете он привез сколько-то. Еще раза два съездит, и тогда нахверх поднимать будем. А какая польза от голубей? Да никакой. Какая? Какая? Расход один. А красота? Это куда денешь? Голуби, это красота. Я все напоминаю статью, которая была в Алтайской краевой газете на развороте. Называется «У злого человека голуби не живут». То есть у него нет ни голубятни. А у меня три голубятни. Три. Здесь две. И в городе одна. Конечно, я бы не мог кормить, как бы не Игорь Александрович Барабаш. Ласточки разлетели. Вот он их разогнал. Варнак такой. Ходил с нами путешествие. Мы босиком ходили вчера. Восемь километров, наверное, прошли. Сейчас будет валяться. Точно. Вот как. Вон как хорошо. Трава мокрая. Он сейчас... Трава не скошенная, туда не лезет. А бегает там, где скошенная. Только команду дам. Рядом со всех ног несется. Красота. Щепрачный. Если хотите знать, самый знаменитый в мире. По крайней мере, за последнее тысячелетие. Ну уж вы прям скажете. Конечно. С благовестнической миссией мы проехали. 120 тысяч километров. И он нас везде охранял ночью. Это чего-то стоит? С благовестнической миссией. И сделали подарок по первоначальной стоимости. 35 миллионов рублей примерно. 650 городов, районных центров прошли. И он везде нас охранял. Когда уже приедем где-то на ночь, с ним поиграем. Он игривый такой. Далековато ушел. Смотрит на меня. Вот если я сейчас присяду, вот я сейчас сажусь. Он кинется сразу. Все. Ох ты! Ох, враган! Да я никуда не спрятался. Ну пойдем помаленьку домой. Это вот домик Иосифа. Рядом строится Никита, Андрей, Алексей. Андрей, а тут Владимир, отец. Вот тут так. Как называют? Я говорю, как улицу там называют? Говорят, старообрядческий тупик. Хотя улица Марии Лапкиной. Ее никто не будет переименовывать. Спрашивали, как вам назвать улицу из районного центра там архитектуры. Утвердили в краевом центре. Я сказал, что наша мама мать героиня, родившая и воспитавшая 10 детей. Отец наш инвалид отечественной Великой войны. Второй группы по жизни на руку потерял. Матери три брата вышли на фронт. Макар Филарет Эммануил. Ни один не вернулся. И мама первая приехала сюда потеряевку. И тут и похоронена. 86 лет прожила. А там лес. Вот какая красота. Вот куда ни поглянешь. А улица была, когда там вторая. На 720 человек рассчитана была деревня. И что интересно, в 1972 году, на которое рассчитано было, уже улицу построили, все размонтировали. Скотину уничтожили, провода обрезали. И все, ни одной жителя нет. Какая-то Заславская профессор сказала, лучшая жизнь где-то. А тут приедут, поработают и домой. На машине привезут. И обезглавила 460 сел. А всего 31 тысячи погибших. Страна разваливается, потому что некому работать. Я имею в виду протруженика сельского хозяйства. Это пшеница растет. Вот какими рядами идет. Ну и что тут ничего не видать.